Телеканал КРТ представляет Мы должны строить сейчас именно такую свободную Украину, за которую боролась УПА. Но если мы почитаем доктрины тех же самых идеологов украинского национализма, то мы ужаснемся. Там говорилось открыто, что две трети населения может быть просто уничтожено или вымереть от голода и всего прочего, но зато треть останется настоящих украинцев. Неужели нам такая Украина нужна? Я все-таки считаю, что Украина должна быть социальным, свободным государством, где соблюдается равноправие всех граждан вне зависимости от их языковых, религиозных и прочих предпочтений и принадлежностей. То есть в этом мы, наверное, расходимся с националистами. Спасибо. А вот, пан Александр, как правильно коллега сказал, чтобы две третины украинцев возникло, а чтобы третина осталась? Можливо, самая эта доктрина у нас в Украине и впроваджуется? Давайте чуть отойдем назад. Я хотел еще прокомментировать. Вот коллега вспоминал заявления, которые делали в то время. Ну, то есть их открыто печатали так называемые националисты, в том числе и УПА поддерживал по поводу сокращения населения. Я тоже читал это, я понимаю, что это писали сумасшедшие, умалишенные люди, которые на тот момент пытались возглавить, так сказать, Украину. Но, тем не менее, во всех этих документах четко прописывается, что Украина в содружестве с Гитлером и под четким его руководством. Вот эта позиция была на тот момент националистов. И она не поменялась. Вот что страшно, понимаете? После Великой Отечественной войны все время националисты падали под какую-то более сильную страну и пытались на нее опереться. Ну, так это происходило. Ее массировано поддерживали Соединенные Штаты. Очень много людей, которые являлись на территории Советского Союза военными преступниками, были признаны военными преступниками, они ушли с немцами. Ну, как можно воевать с немцами и уйти вместе с ними? Никто так не делает. Это все миф, который выгоден различным странным политикам в Украине, которые рассказывают о том, что какой-то конфликт был. Вот вы Масючука вспоминали. Но он сто процентов не опишет, какой и когда. Это миф. Они берут героев, придумывают, потому что эти герои якобы нужны какие-то. Но герои не придумываются героем одного боя какого-то. Он не может быть героем по определению всей Украины. Понимаете? Что такое? Почему они не придумывают другое? В Советском Союзе они же были герои социалистического труда и так далее. Но тем не менее, грандиозная стройка, БАМ, к примеру, или для нас более близкая, это Днепрогресс. Грандиозные стройки, где были кроме этого боя замечены, так сказать, вот эти вот националисты, которые всей душой болели за Украину. Они что, кроме как стрелять, они больше ничего не умели? Где хоть одна какая-то значимая стройка в этой стране? Они что-нибудь построили, кроме иллюзии каких-то побед военных? Причем побед военных, которые по законам в советское время осуждались, извините, виселицей. Что-нибудь другое есть у них? Нет. Это подмена понятий. Так вот, со времен 40-х годов, то, что они прогласили на 5 секунд Украину, и Гитлер жестко это подавил, на протяжении 75 лет ничего не изменилось. Они ничего больше не делали, кроме как разжигали ненависть на территории, та, которая сейчас является Украиной, она до того момента была украинской УССР. В том числе и в Польше, и в Белоруссии они отметили сжиганием сел. Какая национальная была идея в Белоруссии сжечь села? Извините. Какая была национальная идея у тех, которые называли себя воины УПА, какая была национальная идея там палить? Какая национальная была идея убивать в Польше? Где здесь интересы современной Украины? Где здесь интересы современной Украины? К�.